Поймите, что может что-то сказать только тот человек, который молится. Все эти «ясновидящие» эти люди, чаще всего, 90% просто, у них очень сильно развито воображение. Вот если у меня сильно развито воображение, вот я вижу тонкий план, все мужики, все мужчины изменяют жену. Потому что невозможно понять вообще, ну вот понимаете, вот если видите эти тонкие энергии, вот мужчина, допустим, у него есть энергия измены, потому что он просто посмотрел на какую-то девушку, там понравилось ему случайно, или еще что-то, это все тоже учитывается в этом во всем, вы понимаете, отделить здесь ложь от истины очень сложно, надо быть хорошим специалистом в этих тонких энергиях, чтобы увидеть именно измену, а не просто симпатию, допустим. Ну и Бог с ними были, были, было и прошло. Знаете, в прошлых жизнях у вас столько женщин и мужчин было, как бы, что об этом думать? Были женщины, сейчас он, как бы, нет женщин у него сейчас, два года уже нет женщин. Он ходит зеленый, потому что он болеет, вылечится, будет мягкий, пушистый, сейчас скользкий, вонючий. Как помочь? Надо на природу вытаскивать его, здоровье дает человеку природа, свежий воздух, нужно двигаться на свежем воздухе. Он гиподинамичен, депрессия у него идет, больная печень, поджелудочная железа больная. Надо двигаться, питание организовать правильно. Видите, он зеленый весь, а вы думаете, что он изменяет. Когда в гроб ляжет, вообще изменил, вообще как бросил. Может быть, вам лучше на человека смотреть, а не на гадалок? Ну, а как чувствовать можно, если человек болеет? Вот я, допустим, заболею, я тоже никому ничего не буду чувствовать. Я даже не смогу лекцию читать. Бог ты мой, а, Бог ты мой. Ну, вот сколько я на лекциях говорю об этом, ну, почему вы ходите к таким людям, а? Ну, я не понимаю, ну, сколько можно? Ну, вот вас, когда у вас появится вот разум в голове? Я говорю, не ходите к этим людям, которые вам гадают, что-то предрекают. Они, в принципе, не понимают, как действует судьба. Уходи от мужа. Бог соединил людей, уходи от мужа. Здрасте, с Новым годом. Дерево растет в земле, влази из земли. Река течет по земле, меняй течение. Солнце, разворачивайся вспять. Ну, это же бред, понимаете? Просто бред и все. Ну, что мне на это сказать? Перестаньте быть глупцом. Идите к священнику, пускай он даст вам силы. Человеку в этом мире нужны только силы, ему не нужны советы. Уходить, приходить есть. И здесь выбора нет. Надо нести свой крест и все, нет выбора, надо нести. Разваливается, бывает. Но если вы несли честно, Бог потом вам даст милость. Но если сейчас вы уходите, вы остаетесь одна на много лет, пустота. Потому что в вашей жизни и так семейная карма тяжелая. Судьба и так тяжелая у вас, понимаете? Вы с трудом вышли замуж, до этого одиночество, до этого там какой-то был расколбас. Вот. И что вы сейчас от своей жизни хотите? Одиночество опять? Нет, оставайтесь с ним. Что вы вслушаете? Зачем вы ходите к дурачкам? Они сами не понимают, как правильно жить. Эта женщина, у нее ненормально, у нее как бы воображение слишком сильно развито. Вы ее лучше спросите, как у нее личная жизнь, она вам расскажет. Что у нее нет никакой личной жизни. Ваши глупости в том, что вы не верите в Бога. Вы не верите, что есть судьба, что надо нести свой крест. Вы пытаетесь легкими способами, какими-то дешевыми, решить ситуацию. Вы не видите человека, который болен рядом с вами. Ему надо помогать. В чем тут люблю, не люблю, чувствую, не чувствую. Любовь это не то совсем. Люди перестают чувствовать уже через 4 года совместной жизни, уже ничего не чувствуют. Любовь означает, что ты служишь человеку честно и искренне, он становится благодарным. И вот этот обмен служения и благодарности, это и есть любовь. Она становится больше, чище. Кто-то первый должен начать. Вы начните первым. И больше не надо ходить ни к каким бабкам, гадалкам. Спасибо.